Привет всем! Тарифы принято делить на те, что с абонентской платой и те, что без нее. В первом случае за ежемесячную или ежесуточную плату абонент получает пакеты минут, смс и интернета определенного размера. А во втором случае абоненту приходится платить за каждое действие, будь то звонок, смс или выход в интернет. Но при этом никаких периодических платежей нет. Во времена доступного безлимитного мобильного интернета спрос на тарифы без абонентской платы все еще велик. И в данном видео мы рассмотрим лучший, по моему мнению, тариф без абонентской платы. Beeline связь Z. Сразу стоит отметить, что в разных регионах цены отличаются. Мы же рассмотрим параметры тарифа на примере не самого дешевого региона Москвы и области. Основные параметры. Звонки на любые номера России. 2,5 рубля за минуту. Смс на любые номера России. 2,5 рубля за сообщение. Интернет. Изначально дается пакет 1 гигабайт. После безлимитный мобильный интернет на скорости 8 килобит в секунду. Мало, зато бесплатно. Казалось бы, что тут такого особенного? Да, звонки и смс по единым ценам. Для местных и междугородних звонков. Но для местных стоимость не такая уж и низкая. Все дело в пакетах минут смс и интернета. Их на тарифе связь Z можно подключить отдельно. И это действительно очень выгодно. А главная особенность тарифа – пакеты не имеют срока действия. Это означает, что остатки минут смс и интернета не сгорают каждый месяц. Вы будете пользоваться ими до тех пор, пока они не кончатся. Есть, правда, одно ограничение. Вы должны пользоваться платными услугами или купленными пакетами хотя бы раз в 90 дней. Иначе включится абонентская плата – 5,5 рублей в сутки. Подобная плата за бездействие есть на всех тарифах. Но в данном случае достаточно потратить минуту из купленного пакета минут или пару мегабайтов из пакета интернета. И все, счетчик обнулится. Изначально на тарифе было прописано именно платное действие. Но чуть позже Билайн пояснил, что пользование купленными пакетами считается за такое действие. Пора перейти к пакетам, из-за которых тариф и является очень выгодным для большого количества абонентов. Пакеты минут – 100 минут – 150 рублей. 300 минут – 300 рублей. Пакеты смс – 100 смс – 50 рублей. Пакеты интернета – 10 гигабайт – 350 рублей. 30 гигабайт – 450 рублей. И 50 гигабайт – 550 рублей. Как вы можете заметить, чем больше пакет, тем он выгоднее в перерасчете на единицу предоставляемой услуги. Например, если купить пакет 10 гигабайт за 350 рублей, то 1 гигабайт обойдется в 35 рублей. А если взять пакет 50 гигабайт за 550 рублей, то 1 гигабайт обойдется уже в 11 рублей. Время пояснить очевидное. Этот тариф не предназначен для крайне активных интернет-пользователей и абонентов, которые по несколько часов в день разговаривают по телефону. Хотя, если говорить о безлимитах, то имеются платные опции, но о них чуть далее. Если делать перерасчет на 1 месяц при активном пользовании услугами связи, то имеем 600 минут – это 2 пакета по 300 минут за 300 рублей каждый, 50 гигабайт интернета – 1 пакет за 550 рублей и стоимость – 1150 рублей. Это выглядит крайне невыгодно, но стоит лишь вспомнить, что на тарифе нет абонентской платы, а пакеты не обновляются каждый месяц, как картина меняется. Например, абонент выговаривает в среднем 150 минут в месяц, а трафика ему нужно около 5 гигабайт в месяц, на мессенджеры и просмотр новостей в интернете. Во сколько же ему будет обходиться связь Z? Пакета 300 минут хватит на 2 месяца, то есть примерно 150 рублей в месяц. При покупке пакета 50 гигабайт интернета 5 гигабайт в месяц обойдутся примерно в 55 рублей. Итого получаем 205 рублей. Вообще не нужны минуты – не проблема. Не нужен интернет – тоже не проблема. А самое главное – можно хоть месяц не пользоваться или потратить за месяц 1 гигабайт и 10 минут. Никто ничего лишнего не спишет. Для пользователей тарифов без абонентской платы, которые априори не особо много тратят на звонки и интернет, иначе им выгоднее было бы перейти на тариф с абонентской платой, должны по достоинству оценить тариф Билай на связь Z. Тариф можно прокачать за счет дополнительных опций. Правда, в этом случае мы уже имеем абонентскую плату. Безлимитные соцсети и мессенджеры. 5 рублей в сутки. Входят следующие безлимиты. Мессенджеры WhatsApp, Telegram, Viber, ICQ, Skype, Google Hangout, Snapchat, KakaoTalk, WeChat и соцсети. Вконтакте, Одноклассники, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. Но лично я бы не очень рассчитывал на все это, так как у Билайна безлимиты неполноценные и часть трафика может расходовать пакет интернета. Безлимитный TikTok отдельно – 2 рубля в сутки. Безлимитный YouTube – 5 рублей в сутки. Безлимитный интернет – 20 рублей в сутки. Безлимитные звонки на номера Билайна России – 5 рублей в сутки. Безлимитный интернет за 20 рублей в сутки – очень неплохое предложение. В ряде регионов абонентская плата значительно ниже. Но главным плюсом, как вы можете заметить, является периодичность списания абонентской платы. Ежесуточная абонентка позволяет подключать какой-либо из безлимитов при необходимости и затем отключать его. И даже в описании тарифа это указано. Подключайте безлимитные сервисы, когда они нужны. Например, нужно вам созвониться с дальним родственником, у которого Билайн, и проговорить с ним часик-другой. Подключаем безлимитные звонки на Билайн, за 5 рублей, а после разговора отключаем. Уехали на дачу на выходные, где ловит мобильный интернет и желаете посмотреть ютуб? Подключаем безлимитный ютуб, а затем отключаем. Два дня обойдутся в 10 рублей. Авария у провейдера домашнего интернета? Подключаем на 2-3 дня безлимитный мобильный интернет и раздаем его на свой лаптоп или десктоп. Кстати, об этом. Раздача безлимитного интернета. Она есть. Безлимитный интернет можно раздавать с телефона на другие устройства, смартфоны, планшеты, компьютеры и т.д. Способ раздачи по Wi-Fi через создание точки доступа или по USB кабельное подключение к компьютеру. На торренты отдельного ограничения нет, но прописано следующее условие. В случае создания значительной нагрузки на сеть, в том числе с использованием протоколов peer-to-peer торренты, скорость мобильного интернета не может быть гарантирована. Хотя, например, в обновленной версии тарифа «Близкие люди 3» прописано ограничение скорости до 128 кбит в секунду. Что у нас на тарифе идет в бонус. Подписка на Билайн ТВ, 75 каналов. Смотреть можно на разных устройствах. Запрет платных подписок. Услуга ограничивает получение нежелательных смс с коротких номеров информационно-развлекательных сервисов и отправку сообщений для активации платных подписок. Учитывая то, что Билайн заявлял о необходимости подтверждения платной подписки по смс, выглядит услуга как нормальная защита от подписок. Личное мнение. Билайн сделал очень интересный тариф, который может подойти огромному количеству абонентов, за исключением тех, кому и минут много нужно, и интернет безлимитный. Чем-то пользуетесь, но редко или в небольших объемах? Покупайте пакеты. Нужны безлимиты? Подключайте платные услуги. При грамотном выборе получаем очень хорошие условия. Это если сравнивать с другими публичными тарифами, разумеется. Например, не так давно в очередном выпуске битвы операторов я сравнивал связь Z от Билайна со схожим тарифом МТС нон-стоп, и тариф от МТС, мягко говоря, не составил должной конкуренции. Единственное, что нужно, просто вовремя докупать пакеты минут, смс и интернета. При подключении пакета интернета можно отключить автоматическое продление, чтобы при исчерпании пакета автоматически не покупался новый. К сожалению, лично мне этот тариф подошел только для второго смартфона. Тестового, с чистым андроидом. На котором я не очень-то часто выхожу в интернет. Купил там пакет 50 гигабайт и за месяц израсходовал менее 1 гигабайта, так что видимо надолго хватит. Если бы мне приходилось выбирать исключительно из публичных тарифных планов, то возможно я выбрал бы связь Z и для основного номера, с безлимитным интернетом и изредка докупаемыми пакетами минут. Но пока есть выгодные непубличные тарифы, в этом нет необходимости. Кстати, этот тариф можно назвать хорошим конструктором, так как он подразумевает приличное количество вариантов использования от обычного тарифа без абонентской платы до тарифа с безлимитным мобильным интернетом. И под конец пожалуй добавлю, что тариф связь Z будет выгоден абонентам, которые не расходуют за месяц купленные пакеты. Если максимальных пакетов на месяц не хватает, то тариф вряд ли окажется выгодным. А на этом у меня все, оценивайте видео, подписывайтесь на канал и пишите в комментариях как вам тариф связь Z от Beeline.